Звезды на льду Звезды на льду Мы продолжаем Афил Гуд, я чувствую себя отлично Поет Джеймс Браун в свои 73 года И это Мурат, не только его личный врач Но его хороший друг, коллега по цеху Вместе со своей партнершей Игорь Бутман и Мария Петрова Миша, ты видел этот позор? 11 и 2, ты видел? Они с этим блестящим актером в номинации Понимаешь? Очень сильные пары сейчас остались Конечно, это сложная борьба, интересная А Миша, ты стараешь? Грин, не знаю, у вас гримы Я не узнала Нам не хватает чуть-чуть Я с каждым разом удивляюсь Потому что Игорь очень много ездит У него помимо ледового проекта У него столько своей работы, столько концертов Да, Слава, отойди, чтобы он все-таки снимает Так вот, я повторяю Когда у Белла Клинтона и у других президентов Разных там мира Скажутся, что если у него это склонист И музыкант То они говорят, будет мы негр Вот, а вот и наш гонорар И когда он приезжает с этих поездок Я почему-то замечаю, что он лучше начинает кататься Нагрузки очень большие И, может быть, несколько дней перед дышкой Помогают мне восстановиться И поэтому как бы и мозг восстанавливается И главное, что мышцы Но скажу вам про секрет Я тренируюсь То, что называется блюзом для музыканта Это определенная форма 12-тактов Мне будет интересно Есть ли у наших судей Под собой учебник музыкальной литературы Чтобы они точно знали, что такое блюз И смогли оценивать и блюз, и рок-н-рол К сожалению, в своей любительской программе Мы не можем катать такие номера Мы не можем настолько артистично раскрыть себя А здесь у нас полная свобода Полная воля Что хотим, то творим Бороться невозможно Это нелегко Дорогие друзья, нелегко На льду Мария Петрова Игорь Бутман Не знаю, чем закончится этот проект для Марии с Игорем Но тот факт, что они попали в число пяти сильнейших пар Безусловно, достижение Безусловно, достижение Безусловно, достижение Безусловно, достижение Безусловно, достижение Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй по-другому. Образы таких любителей моржевания изобразили Мария с Игорем. Очень переживала Татьяна Анатольевна Тарасова, когда вот эта ошибка была свершена. Да, танец интересный, яркий, сложные элементы были, но вот это досадное падение может обойтись дорого. Но молодец Игорь, после того, как упал, он не растерялся, продолжил выступление. Фильтельмен, ну что случилось? Чего у тебя эмоции захлестнули? Нормально совершенно стоял. Ну просто повело, слишком сильно пошел в эту поддержку, поэтому тебя повела эта история. Спокойно, все нормально. Не-не, все хорошо. Нам не искупались. Подлини оттуда. Оценки Марии Петровой Игорь Маклановича. Да, Сунги, конечно, наказали. Это ошибка была. Конечно, вторая оценка несравнимо выше, чем первая, но средний бал у них пока наименьший среди трех выступивших пар 11,62 Ну что, ничего страшного. А у меня вопрос к Александру Васильевичу Маслякову. Я вообще в роли судьи себя как бы чувствую не очень уверенно, но я не могу не оценить. Ну вот я так вот, у меня такие ощущения, если переводить на оценки, то что делали Мария и Игорь, это был такой отчаянный рок-н-ролл. И в принципе это было вполне здорово. Очень жалко, что упали. Очень хороший был номер. Хорошо исполняли, танцевали хорошо. Жаль, что такая большая помарка, которую нельзя, к сожалению, не отметить. Если бы не падение, что бы вы поставили, Татьяна Анатольевна? Я бы им поставила 5-9. Говорят, зрители говорят мало. Я не могу не отмечать это, во-первых, я даже напугалась, потому что мне показалось, что Маша подбородком стукнулась. Слава Богу, что не стукнулась, да. А так было смешно, весело, и когда разделься, было смешно. Я даже не ожидала. Вот. И костюмчики очень идут. Я не знаю, как вы думаете? Ну, во-первых, это в стиле тех лет и, наверное, очень музыкально и с той же энергетикой, как Игорь исполняет свои все произведения. Молодец. Спасибо вам большое. Антон, пожалуйста. Ну, наверное, все хотят услышать что-нибудь по поводу падения. Я, например, сам на серьезнейших турнирах падал с поддержкой, поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Слава Богу, что все живы-здоровы. Я, например, поставил 5-8, 5-8 только лишь из-за того, что все же нужно сделать какую-то скидку на это падение. Поэтому 5-8, 5-8. А катались они здорово. И мне очень нравится. Маша, ты секси вообще. И Игорь тоже. Ребят, как настроение? Соответствует словам песни? Не замерзли? Нет, конечно. Потому что вышли в шубках, потом разделись. Нам было жарко. Не, ну у нас настроение было хорошее, и сейчас оно прекрасное. We feel good. Ну, бывает, ничего страшного. Мы очень хотели понравиться всем. Хотели задорный танец сделать. И немножко я, так сказать, хотел еще быстрее закрутить, но не докрутил. Не докрутил. Но я докручу. Я сейчас уйду туда и докручу Машу, чтобы она уже поняла, что докручиваем до конца. Я тоже в это верю. Игорь, а вы знакомы с Джеймсом Брауном лично? Ну, конечно, я знаком. Мы с ним как бы общались здесь и в Москве, и в Нью-Йорке играли на одном концерте. И я играю эту вещь как раз сам. I feel good. Еще я играю в секс-машину, но это не рок-н-ролл, поэтому мы решили ее все не исполнять. Сегодня вас оценивал Антон Сихарулидзе, ваш старый знакомый. Вы считаете объективным его судейство? Ну, за технику я думаю, что да. Но за артистизм, если уж так было сексуально, что же он не набавил? Игорь, а вы что скажете? Понимаете, очень неправильно говорить о своих друзьях, о своих товарищах, что они как-то неправильно синились. Значит, в данный момент это было его решение. Конечно, если бы он упал, я бы, конечно, поставил все шестерки, потому что друзья поднаются в судействе. Друзья поднаются в судействе. И я теперь точно знаю после этого шоу, кто умный, настоящий друг, а кто как бы вот 5,8. Игорь, не расстраивайтесь, звезды тоже иногда падают. Еще как, еще как, еще как они падают. Поэтому я очень счастлив, что мы смогли с Машей выступить и выступать здесь, и это было потрясающе. Удачи вам, счастливо, ребята.